бисмиллахи рахману рахим альхамду лиллахи уходим у меня шоу бифодли хвою ахиру майя шоу биратли лаяс алюху маклуку на аня и латифи али хвана я тариду алейхи дуаклин биратли вассалят вассаламу алены бина мухаммаду алены муссахбе джимаин ассаляму алейкум архатуллах бракат уважаем братья и сестры давно мы не записывали такого формата видео такие живые видео в последнее время это в основном пятничные проповеди лекции уроки мечети как недавно один брат говоришь их давно ты не записывал такой вот короткое напоминание последнее время в основном худбой лекции не каждый смотрит 25-30-40 минут лекцию или проповедь я с ним соглашусь полностью да не каждый смотрит но хотелось бы указать на то что уважаем братья и сестры в лекциях в худбах человек не просто берет какую-то пользу он еще берет знания потому что хаты проповедник перед тем как выйти на мимбар провести пятничную проповедь или провести лекцию мечети он готовится тщательно берет собирает доказательства долили из курана и сунны больше доказательств разногласий среди ученых мнение ученых и так далее и то есть человек берет еще знание во время того как он прослушивает изучает лекцию худбу которая проводит проповедник хоть она и длинная но несмотря на все это хотела бы сегодня сделать такое напоминание в первую очередь самому себе и всем нам хотел бы сегодня обсудить три вопроса на фоне того что сегодня происходит в газе и филасты нету сомнения что у каждого из нас обливается сердце кровью за наших братья и сестер разрывается сердце болит душа и это и есть признак верующих человек потому что правах мухаммад саллах алейх ассалям сказал верующие по соотношению другому верующему подобно одного строению кирпичик за кирпичик который поддерживает одно другое каждый из нас в эти дни в эти ночи просыпается на джут намаз просят два за протесненных братьев сестер детей мусульман в этом нету сомнения но первое чем хотел сегодня обсудить то что также становится непонятно становится больно в душе когда ты слышишь от братьев то что дуа это что-то второстепенное дуа это не основное то есть слышим такие вещи то что ну что им твои дуа все делают вот в этот момент уже ты понимаешь что что этот брат должен задуматься и эта сестра должна задуматься так знать в ее акриде в ее вероубеждения в ее религии есть проблема почему потому что посланник аллаха саллаха meaning Shutron llevarясь в источниках который человек свежий налогов слоев сказал вкоране вана тебя велamanк салла не васран от себя ни одного слова не сказал каждое сказанное им слово откровения от аллога субхана ватиага вот это последний к moisreichen а главу disc вассалям сказал селях му мини от дуа оружие верующего человека это дуа это обращение к аллаху собранного тяги почему уважаем братья и сестры потому что это обращение не к созданию не к творению обращению к тому который сотворил нас который сотворил облака небеса землю солнце луну которому наше возвращение в как в чьих руках победа в чьих руках на ляку текущей вся власть принадлежит аллаху собранного тяга и ты к нему обращаешься к создателю к творить творцу твоему собранного вот и али а лошадь на в куране говорит полная отдал беку мрабби лауля дуа окум скажи поистине всевышний аллах собранного тяга ваш господь не даже на вас не посмотрит не обратить внимание если не будете к нему обращаться с мольбами аллах субхану ва-та-аля сказал в куране уди руни аста джибликум просите меня я вам отвечу всевышний аллах собранного тяга сказал ваидасе алека и баде они фаи не корид уже буду а вот это да и и за даром о мухаммад если обо мне спросят мои рабы то поистине я близок всевышний аллах собранного тяга не сказал даже пророку мухаммаду саллах алейкум ассаллаху алейкум ассалям то скажи я близок как подобных аятах всевышний аллах субхану то есть подобных аятах где всевышний аллах собранного тяга говорит посланнику аллаху тебя спрашивают об этом скажи тебя спрашивает об этом скажи тебя спрашивает об этом скажи а здесь все высшим на лоскану ате-аля даже посланник аллаха салла ва-а-салям не поставил посредником в вопросе дуа поеда салека и дяди они если мои рабы спросит тебя обо мне то всевышний аллах сам за себя отвечает и варится и не кори поистине то я поистине близок учебу дару это да и тогда я отвечу на дуа молящего кто просит меня если он будет просить меня и слышно добраться и сестры говорят почему тогда аллах не отвечает на 2 все мы просим все мусульмане просить почему аллах не отвечают аллахи биллахи таллахи аллахи ответит на дуа рано или поздно придет ответ аллаху субхану ва-та-а'ля но аллах субхану ва-та-а'ля бывает задерживает по своей мудрости по своей рахмад по своей милости по своим знаниям аллах субхану ва-та-а'ля как мусс а алейсалям обратился к фараону который сказал она рабу куму аля я ваш великий господь который заставлял чтобы ему поклонялись люди войну израиль несмотря на враждовалась мусс а алейсалям убивал также убивал детей также как сегодня сианисты даже вот эти вот людьми их невозможно назвать которые убивают женщин детей стариков подобно также убивал фараон стариков детей женщин как это делает сегодняшняя израильская армия мусс а алейсалям поднял руки ко всевышным аллаху субхану ва-та-а'ля и попросил дуа он до на инна кааа тайта фирауна ванна на музей на там ванна финна яки дуня он до на неуды луан сабилик о наш господь поистине ты даровал фараону дал фараону фирауну изобилию красоту богатство этой земли он наш господь ведь они поиск средства это сбивает твой народ твоих рабов с пути всевышнего с твоего пути то есть каждый сегодняшний день тоже когда люди говорятся анала как она спон допускает то что вот так вот происходит вот здесь мусс алисалям таким же два обратился к аллаху субхану ва-та'ля и и потом начал просить дуа раббана тумиса аля амвали им учтут и аля кудоби им фалайю мину хатта я рауля азаба алим он наш господь забери их имущество забери их богатство запечатаем сердца поистине они не верь не уверуют до тех пор пока не увидят твое сильнейшее наказание когда он просил это дуа ибн кафир говорит то что рядом стоял хору на алисалям и 3 раза сказал амин 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 два пророка задается вопрос аллах от не ответил на воду а почему как аллаха допустил это следующем аяте ответ на их мольбу всевышний аллах субхану ва-та'ля сказал пара кудебу дарвати кума феста кима валят от тебя не сабили ладина на янему не ответил на вашу дуа я ответил на вашу дуа аллах уничтожил фирауна его народ его angie musa лакалмо и аллах с понятой отдал победу муси алейсалям его народу когда ответил аллах спорта или ибн кафир сказал перед арбали нас она через сорок лет после того как он попросил два почему она остановит на задержал ответ на на этом альбу на это дуа по своей мудрости по своим знаниям по своей милости и потому что нас контроль хотел волна эта земля нет по своим знаниям Аллах ответил и дал победу мусси алиси поэтому пророк мухаммад сказал просите у Аллаха дуа и будьте уверены, не сомневайтесь будьте убеждены, что Аллах ответит на ваши дуа вот первое, о чем я хотел сказать, напомнить нам, чтобы мы не пренебрегали к дуа брат мой, сестра моя, если человек думает, что дуа это что-то второе и второстепенное то в этот момент у него проблемы в его вере, в его имане, в его исламе, в его акиде